Это поселок Иволгина, жители которого каждый день вводят своих детей в ближайший детский сад Пчелка, который находится в километре отсюда. Эта дорога, если ее можно так назвать, один из способов добраться туда. И находится она вдоль забора коттеджного поселка Зеленая долина. Стена, с помощью которой жители престижной недвижимости изолировались от окружающего мира, стоит на муниципальной земле. Именно она пока мешает построить нормальную дорогу до Пчелки. Мэр Михаил Исаев еще в 2019 году лично обещал незаконное ограждение снести на дворе 2021-й, а обещанной дороги все еще нет. На машине, конечно, это очень тяжело преодолеть, потому что она грунтовая, там строительный мусор, и там, конечно же, можно оставить всю подвеску, и пешком там тоже очень тяжело идти, особенно вот с маленькими детьми. Прям шикарная дорога, вот видите? Дорогу, конечно, хочется. Тем более, если есть возможность ее сделать между домами. Решение городских властей оспаривают жители Зеленой долины. Они подают иски в суд. Недавно инициировали общественное обсуждение изменений в генплан. В общем, делается все, чтобы процесс затянулся на неопределенное время. Когда дойдет дело до сноса забора, не знают и в самой мэрии. Очередная пауза, по словам чиновников, вызвана необходимостью внести изменения в проект планировки территории. Сами жители коттеджа к общению с прессой не расположены. Ничего не могу вам пояснить, если спрашиваете администрацию. То есть вы ничего комментировать нам не хотите? Абсолютно. Мэр Михаил Исаев, который инициировал снос незаконного строения два года назад, сейчас не особо горит желанием комментировать сложившуюся ситуацию и перекладывает ответственность на подчиненных. По крайней мере, времени на общение с нашей съемочной группой городоначальник не нашел. Тем не менее, на его имя направлен официальный запрос, и мы надеемся получить развернутые ответы мэра. Вроде бы пока что обещают, обещают, но люди обещаниями тоже долго жить не могут. Нужно все-таки слова. Ждете дорогу, да? Ну, ждем уж. Сколько поселку лет, столько и ждем. Второй путь до Пчелки – вот эта тропинка вдоль Ускурдюнского шоссе. Правда, до нее еще нужно дойти от поселка Иволгино. Как говорят местные жители, зимой ее засыпает снегом, а весной затапливает. Дорога тяжелая, долго идти. Какие еще неудобства? То есть полчаса добираетесь? Полчаса, да. Мы идем с детьми. Дети устают. Всегда, не всегда транспорт проходит. Зимой засыпает снегом. Весной начинается, когда снег тает, все лужи стоят. От осенью дожди. Ну, дорогу размывает, и идти очень тяжело. Там, во-первых, не ограждения нет. То есть машина, вот это бывало случаи, то, что машина улетала с трассы. Слава богу, просто никого не было на этой тропинке. Как вы добираетесь в садик? Вы же в садик, да? Пешком, да. Живете сами где? В Иволгино. В Иволгино. Как вообще дорога вот эта? Почему здесь не ходите? Я здесь боюсь ходить. Почему? Там нет дороги, здесь как-то попроще. От поселка Иволгино до детского сада Пчелка можно доехать на общественном транспорте. По требованию здесь, напротив детского сада, остановят. Но проблема в том, что здесь нет ни светофора, ни пешеходного перехода. Ближайший светофор находится в полукилометре отсюда. Поэтому зачастую родители с маленькими детьми на свой страх и риск перебегают через оживленную трассу. Ну как, ужасно как. Перебегаем дорогу, ждем, когда кончится поток с одной стороны, с другой стороны. Страшно, опасно, но бежим. Как вообще вам добираться под ожитофор? Очень тяжело. Мы добираемся на такси каждый божий день. Для тех, кто ездит в работу, проще и быстрее доехать, конечно, на маршрутке. Но единственный минус, что там приходится переходить дорогу. Писали уже, конечно, во все инстанции. Но вот единственное, чего мы смогли добиться, это вот, что нам плитку там уложили, чтобы мы хотя бы ноги не пачкали. Потому что период дождей и снега добираться вот по грунтовке, но эту смену обувь надо с собой брать, чтобы потом еще на работу чистой приехать. У кого есть возможность, те привозят детей на машинах. Но даже в этом случае не исключено, что удастся добраться без сложностей. Жители же Зеленой долины на работу приезжают чистыми. На закрытой территории асфальтированная дорожка и ворота на пульте, куда чужих не пускают. Это не единственный случай самовольного захвата земельного участка, который Михаил Исаев называл вупиющим. Без каких-либо разрешительных документов на муниципальной земле на пятой дачной были возведены гаражи. Их снос городоначальник инициировал вместе с забором Зеленой долины. По этим объектам тоже были суды. Но здесь мэрия проявила настойчивость. Сентябрь 2021 года вместо пяти гаражных боксов осталось лишь напоминание о них. Так что же мешает добиться такого же результата в Зеленой долине? Наша редакция не раз предполагала, что все дело в статусных обитателях коттеджного поселка. Один из них – начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Олег Петров. В далеком 2013 году он приобрел участок с уже построенным особняком за весьма символическую сумму – одну тысячу рублей. Его непосредственное начальство ничего зазорного в данном факте не увидело. В областной прокуратуре все случившееся назвали маркетинговым ходом. Но это уже другая история. Может быть, и жителям Иволгина также фантастически повезет, и они дождутся таки обещанную мэром дорогу. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ